Дорогие друзья, на библейский портал Экзегет поступил вопрос, обязательно ли искренняя исповедь должна быть эмоциональной и сопровождаться слезами. Если бы мы умели исповедоваться, если бы я умел исповедоваться по-настоящему, то мы бы про эти вопросы, про эти темы, наверное, не беспокоились. Давайте вспомним, как в Евангелии описывается настоящий исповедь. Помните, женщина, которая припала к ногам Христа, она просто рыдала, омывала слезами его ноги и вытирала волосами своими. То есть, это была такая слезная исповедь, эмоциональная, она была бессловесная. Но слезы бывают разные. А человек может, другой пример, когда человек может просто исповедоваться, и при этом у него нет ни эмоций, ни слез, ни так далее. Это что, неправильно? Смотрите, что касается слез и эмоций, они бывают двух видов. То, что называет святитель Игнатий от разгорячения плоти и крови, то есть, когда человек слишком эмоционально выплескивает вместе с грехами свои слезы. А бывает у того же эпископа Игнатия такое выражение, бывает плач сердца, когда сердце плачет, а глаза могут быть сухими. И вот вторые слезы для Бога очень ценные, потому что эмоции и вот эти вот внешние знаки, но они могут быть не только о грехах, особенно женщины. Они могут, например, смотреть сериалы, плакать или общаться и тоже слезы пускать. Это же не связано с покаянием, а те же самые эмоции получаются. Значит, что нужно? Во время исповеди человек должен, с одной стороны, честно сказать о тех грехах, которые совершил. Это очень важно. Быть честным, не лукавить. Поставить себя в центре вины, потому что как бы мы не были искушаемы со стороны бесовской силы или людей, понятно, что кто-то нас подталкивает на грех, безусловно, все равно ответственность ложится на нас. Те, кто соблазнял, ответят еще строже. Сказано, что лучше им одеть камень на шею и утонуть в морской пучине, чем соблазнить кого-то одного из малых сих. Но как бы то ни было, человек согрешивший, он виноват. Ну, например, девушка пошла куда-нибудь на день рождения и там потеряла свою девственность, потому что было веселье, был алкоголь, было много молодых людей. Виновата? Виновата. Но ее соблазнили? Соблазнили. Вывод какой? Не ходите в такие места, где есть опасность согрешить. То есть нужно, ну, к сожалению, умнеем задним умом. Часто бывает. То есть поняли, но поздно. А христианин должен это, как вот хороший гроссмейстер в шахматах, как бы на 5-6 ходов вперед продумать. Ну, так вот, исповедь – это, с одной стороны, честное обличение себя. Второе – это вера в то, что Бог принимает твою, исповедь, и прощает. И третье, самое главное – решимость не возвращаться на этот путь греха. Ну, то, что будет у отцов сказано – ненависть к греху. Ну, ненависть – это уже плод покаяния. А в момент исповеди нужно дать Богу обещание. Вот мы с вами целуем креста Евангелия. Что это такое за знак? Это знак клятвы. Знак того, что мы даем Богу обещание, мы целуем креста Евангелия. И каждый раз, когда человек кается в пьянстве, в блуде, в сквернословии, в коварстве, в зависти, в празнословии, неважно в чем, он должен сказать, все, Господи, каюсь, больше не буду. Но по своей слабости мы можем снова впасть, поэтому нужно обязательно просить Бога о помощи. Я не буду, не хочу, но ты мне помогай, Господи. Я один не справлюсь. Я слишком сильно погряз в этих страстях, чтобы просто так вот легко из них, из этого болота вылезти. Например, человек пил 15 лет. И вдруг он понял, что совесть Господь пробудил, он решил исправиться. Но зависимость остается алкоголем. И по каждой страсти ты не можешь свою раздражительность одной исповедью исправить. Свою похотливость, свою зависть, гордость, все что угодно. Но начинать надо, надо полагать начало покаянию и, опираясь на Бога, двигаться к новым ориентирам. То есть, каждая страсть врачуется противоположной добродетелю. Похотливость врачуется целомудрием, обжорство постом, болтовня молитвой, гордость и славия, кротостью со смирением и так далее. То есть, тут надо только захотеть. А дальше тебе добрые люди и святые книги укажут, какой, значит, путь избрать для исцеления души. А вот эта эмоциональность и слезливость без внутреннего сердечного плача имеет очень малую цену, поэтому лучше этим не увлекаться. Лучше исповедоваться спокойно, честно и желанием исправиться. Это будет правильно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...